В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 872 дня в кольце немецко-фашистских войск в Сарове прошел митинг, посвященный 81-й годовщине начала блокады Ленинграда. Родительские комитеты смогут проверять качество горячего питания в школах, а сбор денег с учащихся назвали незаконным. В формате онлайн прошло областное родительское собрание. Растим чемпионов. Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» открыла набор детей в секцию лыжных гонок. Далее расскажем обо всем подробно. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. По разным оценкам в осажденном городе погибло до полутора миллионов жителей. У мемориального комплекса «Вечный огонь» прошел митинг в память о жертвах тех страшных событий. Войну Галина Ивановна Муштакова помнит отрывочно. Во время блокады Ленинграда она с мамой была в городе. Папа и брат ушли на фронт. Маленькая Галина ходила в детский сад «Очак» в Кировском районе и часто оставалась там ночевать. Когда точно началась эвакуация детей, Галина Ивановна не помнит, увезли ее из города одну, без мамы. В каком году, не знаю. Сказали, надо детей вывозить. Я не помню. И вывезли. Везут-везут немец бьет, везут-везут он бьет. И увезли куда-то Ярославскую область, станция Антропова. И я там пошла в первый класс. А потом мама меня нашла по газетам, что такой-то детский сад, но детский сад назывался в Ленинграде «Очак». Такой-то детский сад и увезли туда-то. И она потом мне прислала письмо, что мы живы, за тобой приедет Витя брату. А приехала она сама. 81 год назад, 8 сентября, вокруг Ленинграда замкнулось плотное вражеское кольцо. Жители города оказались отрезанными от остальной части страны. Блокада продолжалась 872 дня и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулось. По разным данным, в осажденном городе погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Ежегодно по всей стране в этот день проходят памятные мероприятия, посвященные тем, кто сражался, жил и умирал в блокадном Ленинграде. Тяжело говорить в такие дни, но мы преклоняемся перед памятью павших, тех, кто защищал великий город. И преклоняемся тем, кто выжил в тяжелейших условиях, блокады. В Сарове осталось 26 блокадников. Самый молодой из них 85 лет. Сегодня они пришли к Вечному огню, чтобы почтить память тех, кого уже нет с нами, и возложить цветы к мемориалу. Огромные слова уважения вам за то, что вы это сделали. За то, что у нас появилась возможность просто жить, просто выполнять свою работу, просто воспитывать своих детей, продолжать жить в нашей стране. Низкий вам поклон. Сегодня вы, живые свидетели этой стойкости, являетесь для нас таким символом, символом уже нашей победы в 45-м году. И, глядя на вас, мы становимся внутренне сильнее, укрепляемся в нашей правоте. Спасибо вам огромное. Долгих вам лет жизни, здоровья. Завершили митинг коллективной фотографией. В формате онлайн прошло областное родительское собрание. На вопросы жителей региона отвечали заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов и министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. В ходе беседы подняли вопросы контроля горячего питания, денежных взносов с учащихся и дорожно-транспортного травматизма. Подробности далее. Холодная еда невкусно, плохо пахнет. Многие учащиеся школы региона недовольны питанием в столовых. Жалобы от их родителей не редкость. Теперь они сами могут контролировать приготовление пищи для их детей, проводя периодические проверки в столовых. Об этом на областном родительском собрании рассказала руководитель Роспотребнадзора региона Наталья Садыкова. Перечень людей, которые могут эти проверки проводить, нужно определить на совете родителей вместе с директором школы. Никаких дополнительных согласований не нужно. Обращаю внимание, что никаких медицинских книжек, медицинских осмотров там не требуется. Не потому, что это такое безалаберное отношение, а именно потому, что вы не должны заходить дальше, чем столовая. То есть только туда, куда заходят дети. И все, что вы видите, начиная от раздачи персонала, соответственно, пищеблока, это могут быть и сотрудники школы, и сотрудники-организаторы питания у нас это более частые явления, да. И, соответственно, детей, то, что они едят. И, в принципе, это достаточно простой контроль. Количество таких визитов в столовую школы не ограничено, подчеркнула Садыкова. Также во время прямого эфира жители региона подняли вопрос о денежных сборах в школах. На это глава регионального министерства образования Ольга Петрова заявила, что школа не может на что-либо собирать деньги. Ее слова подтвердил и заместитель губернатора Давид Милик-Гусейнов. Если вас просят сдать деньги на охрану, побелить потолок, выкопать траншею вокруг школы, чтобы проложить какой-нибудь кабель, еще, 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 на украшения класса, вот с снежинками перед Новым годом. На учебники. Ну, на учебники само собой, учебники не покупают родители. Вот ни в коем случае не надо собирать эти деньги. О проблеме детского дорожного травматизма в регионе рассказал в Рио начальник регионального ГИБДД Владимир Ежов. За 8 месяцев текущего года на дорогах региона произошли 384 аварии с участием несовершеннолетних. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество смертельных случаев тоже увеличилось с 8 до 11 за год. 419 детей были ранены. Владимир Ежов призвал родителей быть бдительными, проводить беседы со своими детьми по правилам ПДД и не забывать нашивать на одежду или рюкзак светоотражающие полоски. 12 сентября на стадионе ИКАР состоится чемпионат города по легкой атлетике. Начало соревнований в 18.30. Дистанции 100, 400 и 1500 метров. Женщины и 3 километра мужчины. Приглашают всех желающих. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Проект Национального центра физики и математики в Сарове получил заключение госэкспертизы. Центр решено построить на территории Мордовского природного заповедника к северу от поселка Сатис. Планируется создание ряда объектов различного назначения в пешей доступности друг от друга. Научно-исследовательского центра, образовательного кампуса, культурного центра, библиотеки, жилья для исследователей, преподавателей, студентов, гостиницы и других. Между зданиями обустроят общественные пространства. Музыкальная школа имени Балакирева получила новые музыкальные инструменты. Так, отделение народных инструментов пополнили 3 балалайки и 5 домр, 2 из которых первой категории. Закуплено новое оборудование и учебные материалы, 4 интерактивные доски с проекторами. В рамках нацпроекта было приобретено более 200 учебников, многие из которых появились в школе впервые. Закончилась пора отпусков. Солнце не радует своим теплом, поэтому многих в это время охватывает осенняя хандра. Что делать, когда у вас появился постотпускной синдром, нашей съемочной группе рассказал практикующий психолог. У многих с приходом осенних холодов закончились отпуска. После приятных путешествий снова приходится входить в рабочую рутину. Сделать людям это бывает сложно по разным причинам. Кому-то из-за смены режима, кому-то трудно снова вливаться в коллектив. Каждому, кто столкнулся с постотпускной апатией, психологи рекомендуют взять под контроль два направления – работу с телом и работу с мыслями. Работа с телом заключается в том, чтобы наладить, прежде всего, питьевой режим, сон и питание. И, соответственно, проверить свои гормоны, ну, то есть взять кровь, анализ крови, пойти к доктору, к терапевту или к неврологу. Можно также пропить курс витаминов. Но лучше их не назначать себе самостоятельно. Посоветуйтесь предварительно с врачом. Работа с мыслями заключается в том, чтобы проследить за ними и понять, что именно приходит вам в голову и что вы чувствуете, когда идете на работу. Это отвращение к работе, либо коллективу, либо к какому-то конкретному человеку из всего коллектива, либо к каким-то конкретным действиям. Какие-то должествования, например, я должен много работать. Из-за этого у человека не остается сил ни на отдых, ни на какие-то другие дела. Возможно, человек тяготится работой лишь от того, что она ему не нравится, и он чувствует себя не на своем месте. Здесь совет один – проанализируйте свою жизнь и сделайте выводы. А если с работы отношения у вас хорошие, но входить в привычный будничный ритм все равно тяжело, психологи рекомендуют брать несколько коротких отпусков. Ритмы не сбиваются, привычка и интересы. То есть короткий, яркий отпуск, даже вот недельный отпуск, несколько дневный отпуск. Перезагрузка происходит эмоциональной сферы, и при этом не отвыкаешься от работы и не перенастраиваешься. Чтобы поддерживать интерес и азарт в работе, полезно будет поставить перед собой новые цели и добиваться их. А если после отпускная хандра затянулась, то необходимо обратиться к врачу или психологу. Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» ведет набор детей в секцию лыжных гонок. С начинающими лыжниками занимаются именитые спортсмены, участники соревнований российского и мирового уровней. Подробности узнала Светлана Ярунова. В этом году в школу Олимпийского резерва «Атом» набор новых учащихся ведут три тренера – Елена Седова, Павел Шаров и Мария Козякаева. До наступления зимы ребята занимаются общей физической подготовкой, бегают кроссы, выполняют специальные упражнения и постепенно осваивают лыжероллеры. Как только выпадает снег, педагоги учат юных спортсменов вставать на лыжи. Я единственное скажу родителям, что весь инвентарь не нужно покупать пока. То есть ребятам мы предоставляем и лыжи, и ботинки, и палки. То есть для начальной подготовки этого вполне достаточно. Поэтому ждем ребятишек с хорошим настроением. Я всегда говорю, только хорошее настроение должны ребятишки приходить. Занятия для самых маленьких проходят в световой день – с 14.30 до 16.00 часов – три раза в неделю. С ШОРАТом набирают ребят с 7 лет в спортивно-оздоровительную группу, а с 9 лет учащиеся переходят на спортивную подготовку. Все учащиеся принимают участие в городских соревнованиях. Спортивно-оздоровительные группы мы должны уже до октября месяца точно сформировать. А начальную подготовку до середины октября. Мы уже, то есть как бы до середины октября, мы группы должны укомплектовать. Но все равно, если места есть, как бы мы в течение года все равно принимаем. Потому что кто-то по состоянию здоровья выбывает потихонечку, кто-то, сами знаете, кому-то не понравилось, он ищет что-то себе другое. Это, в принципе, нормально и правильно. Некоторые воспитанники с ШОРАТом получат возможность поучаствовать в своих первых соревнованиях уже в эти выходные. С 9 по 11 сентября на лыжной базе пройдет чемпионат и первенство Нижегородской области плажероллером. На соревнованиях оценят результаты, которых достигли спортсмены за летний период. И на основе этого сформируют сборную команду Нижегородской области. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 11 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая этого года. Также для них доступна новая акция. 3 килограмма цветочного меда можно приобрести за 1000 рублей, 3 килограмма гречишного за 1500, а 3 килограмма липового за 1800 рублей. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в сот. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна новая акция. Три килограмма цветочного меда можно приобрести за 1000 рублей, три килограмма гречишного за 1500, а три килограмма липового за 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 11 сентября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь, ноль шестьдесят четыре, тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова